Ну что же, привет дорогие друзья, и продолжаем проходить кастревание Symphonia of the Night. В прошлом видео мы исследовали подземелья, и я думаю в этом видео мы дойдем до первой концовки. И мы нашли Power of Sire, Sire, ну наверное как-то так. И здесь этой силы нету. Давайте посмотрим в вещах. Да, вот и он. Что нам эта штучка дает? В увеличении силы, наверное, временное. Так, ну а отсюда мы можем выбираться. Так, и здесь будет эта прекрасная девушка в цветке. Демон, пожалуйста, разберись с ней по-быстрому. Но любую ее забросаем топорами. Любой способ хороший. Так, и теперь скорее всего мы пойдем в катакомбы. В подземельях мы уже все изучили. Ну почти все. Осталось всего лишь пару неисследованных мест. И теперь можно спокойно рассмотреть, что же у нас, какое зло таится именно в катакомбе. Каких мы новых монстров там встретим? Ну как и в прошлый раз говорил, эти ведьмочки больше всего похожи на все-таки добрых персонажей. Как будто они пришли как раз разобраться с ту нечистью, которая обитает в этом замке. Не хватает нимбов. Им дорисовать. И крылышки. Будут маленькие ангелочки. Опасные, правда, ангелы. Так, грибочек не пропускаем. И давайте налево. Так, здесь у нас карма коин и комбат кнальф. Боевой нож. Ну, я думаю наш меч, которым мы так привязались, намного лучше, чем этот ножичек. И вот переход в новую локацию. Красиво. И музыка зловещая. Такая тихая. По-своему пугающая. Замечательный здесь энтуаж сделан. Ну, я думал дальше. Зловещая, пугающая музыка продолжится. А у нас уже что-то более танцевальное пошло. Ну, да ладно. Все равно красиво и классно звучит. Так, сохранились. Давайте посмотрим, что у нас слева находится. И нам, да. Давайте налево сходим. Кровавый камень мы нашли. Бладстоун. Его мы изучим позже. Сохраняться второй раз не будем. Вот против таких существ наш меч просто великолепен. Урон колоссальный. Эй, а ты куда убежал? А вот вас, гады, я не люблю. Сейчас все огоньками заспамите и... Пройти невозможно будет. Ладно, давайте выиграем. До второй локации дойдем. И огоньки пропадут. Сможем повторно попытаться пройти этих гремлинов. И я надеюсь, убить нам их получится быстрее, чем они раскладят эти огоньки по всей комнате. Ну, теперь получилось всех убить. Наше мастерство растет. Так, вот этого мы сейчас прикончим. Да. Теперь твоя очередь. Так, и вроде бы со всеми мы здесь разобрались. Часы нам не нужны. Они здесь не так хорошо работают, как хотелось бы. Наверху тупик. Идем направо. Да что ж такое? Ладно, давайте книгу оставим. Или лучше топор. Да елки. Ладно. Оставляем книгу. Слайн. Боже мой, а это большой? Лардж слайн. Какая мерзость. Да, страшновато. Они тут выглядят. А ну, стоять. Здесь у нас тупик. Только можем пройти направо. Ну, туда и последуем. Я думаю, у нас получится нормально быстро пролететь по этому туннелю. И мне кажется, у задумки разработчиков здесь должна быть кромешная тьма. Но спасибо нашему эмулятору. Мы видим все шипы. И все-таки у нас не получилось спокойно пролететь эту комнату. И самое главное, мы не померли. Это самое лучшее. Так, где у нас тут курочка была? А вот и наша индейка. И курочка индейка. Так, и почти полная жизнь. Да, 244 у нас максимум. Цветой меч. Ты куда у нас делся? А вот и ты. Так, теперь я думаю, надо поосторожнее лететь все-таки. Так, вниз. Аккуратненько. Аккуратненько. Чуть не попали. Давай, давай, лукарт. Ты сможешь. Есть. И свет заработал. Да, обратный полет. Через эти шипы будет намного проще. Ну, хоть и до этого мы тоже все видели. Но сейчас стало еще светлее и лучше. Вазы. Сурикены. И кармакоин. Неплохо. Правда, я этим ничем не пользовался. Ну, я думаю, все-таки когда-нибудь может быть да пригодится. Пусть будет. Здесь стены у нас не ломаются. Интересно, кто здесь захоронен в этой катакомбе. Потому как ну, очень много скелетов, трупов. Это все те, кто за сотни лет пытался победить граф Дракула. Или куча его слуг. Так, и мы получали Лайбрари-карт, сломав слева сторону. И Спайк-брейкер. Так, а вот это у нас замечательная броня, которая будет ломать шипы. Через которую мы пытались прилететь летучей мышкой. И это прекрасно вдвойне. Теперь мы можем даже не опасаться умереть в той комнате. Ну, плюс еще в часовне у нас был один коридорчик, который также был заставлен шипами. И с данным районом мы можем посмотреть, что же в конце этого туннеля было. Вот туда мы обязательно еще вернемся по мере нашего прохождения. так, все-таки без помощи летучей мышки мы не смогли запрыгнуть. Кстати, вот сейчас будем возвращаться назад в главное помещение данных катакомб и проверим нашу броню. Заодно, дорогие зрители, увидите, как она работает и чем она нам так хороша. Вот здесь шипы нам не приносят никакого урона и при этом замечательно ломаются. Кстати, в катакомбах у нас должен быть босс. Теперь его нужно найти. И уже после этого босса мы пойдем получать первую концовку. Фух, с этими гадами мы разобрались. И все-таки нам куда-то сюда надо. не убегай. Нет, все-таки проход где-то должен быть намного левее. гадами и За что эти часы-то везде попадаются? И кристаллы. все-таки я с тобой разберусь. а здесь уже у нас останки побогаче чем до этого попадались. Увеличение сердец, увеличение жизни неплохо. этот замок захватил сам грязь. Кстати, и как далеко постараются данные катакомбы, что здесь лава? точнее, не как далеко, а как глубоко. Нет, не получается мне все-таки вернуться от этого ее шипами. Да, что ж такое-то. Так, и магии у меня не получается воскрес. есть. Иди сюда. Женокуляр. Все, но мы нашли против него очень хорошую тактику. Можно рядом с ним сесть, и он нас даже доставать не будет своим смертоносным ее. Увеличение количество сердец отлично. За последние 15 минут уже два нашли. Так, и нам вроде бы туда. Айс-брэнд. И он послабее. Все-таки святой меч пока выиграет. Опять ты. Ну, мы знаем уже, как с тобой бороться. заодно мы получили уровень. Вот два не замечательных. Да, правда, наши мечи не работают против данных стражей. Они уже у нас не мертвые. Как можно увидеть? Хорош что у тебя лампа. Дружище. Я бы такой не отказался. Идешь по лесу. Решили все, что ты легкая добыча. А ты берешь во всех и кидаешь с фаерболами. Может и у людей отпадет желание нападать на честных граждан, у которых такая лампа в руках. Так, а что у нас справа? Уолк армор? Ходячая броня. И защита получше немного. Давайте ее поставим. Не сохранимся. За одно восстановим здоровье. Кто же вас тут понапускал-то гремлины? Так, и нам вроде бы в нижний проход. Здесь пусто. Тогда пойдем наверх? Другого выбора у нас нет. Да что вас? Благо то, что урон всего единички проходит. Так, давайте восстановим жизни. Хоть мы их и немного потеряли, но все же, перед битвой с боссом лучше не рисковать. Даже одна единичка жизни может нам очень сильно помочь. А вот, кажется, здесь и босс. гора трупов из кучи тел. А, интересная задумка. Да, вспоминается тупая песня «Дождь из музыков». Аллилуйя! Так, кусочек мы уже отбили. Теперь осталось еще пара кусочков. И мы доберемся до сердцевины. Это ужасная конструкция из тел трупов. трупов. поднялся. И поднялся. И поднялся. опять же за сотни лет как хорошо эти трупы схоронили вот куча черепушек у нас есть да кости очень долго лежат и при этом не разлагаются а вот тела почти не тронуты при этом это уже нонсенс и босс повержен замечательно но молодцы и где наше увеличение жизни отлично и у нас проход левее есть так здесь у нас никого ничего но тогда пойдемте налево и у нас здесь продолжение катакомб с цветочками так ну и теперь мы можем спокойно потихоньку пробираться наверх и все ближе и ближе подбираться к нашей первой концовочке и меч мармагилл и по урону он опять же ниже чем наш холеблайд надо про эти мечи почитать более подробно какие преимущества дают и против каких врагов они сильны оу здесь появились платформа теперь мы можем спокойно отсюда выйти так любезно с ихней стороны то со вторым не будем разбираться не хочу до сочетания 2d и 3d графики в этой игре конечно хорошо сделано но все же вот эти первоначально начаткой 3d графики они меня всегда пугали эти первые 3d игры после красивых и прекрасных фонов задних персонажей 2d они выглядят ну просто ужасно сейчас 3d иногда выглядит просто пугающе иногда хочется спросить с какого места у то рабочих с ним у 3d моделёров и художника прошли руки но я человек который не гонится за графоном как любит говорить сейчас но все же вот это первое 3d это отторжение дает когда все пытались поддержать новую графику когда только начало появляться 3d его надо было развивать все хотели выпендриться потому что все равно немного не понимают можно же было делать вот право как послевание потихоньку по чуть-чуть добавлять эти эффекты потихоньку переходить к 3d а не так там графический адаптер без тормозов обработать 10 полигонах и мы всю игру сделаны 10 полигонах это будет битва кубров ну ладно это время мы уже пережили сейчас нас все больше радует хорошей приятной картинкой так что я думаю на этом заморачиваться не будет да и что жаловаться не нравится не играет так и поступаем потому как и из этого есть куча замечательных и красивых хороших игр которые достойны поселиться на полочке рядом с компьютерным столом и достойны чтобы перепрошли раз десять потому как они интересны и про дробочки все-таки вкладывали в них свою душу давайте попробуем морный гилл неплохо я вам скажу так и теперь нам стоит все-таки воспользоваться быстрым перемещением потому как если идти пешком своими двумя это получится но слишком долго так и не сюда а вот теперь мы в верном месте так стату у нас все почти на максимуме кроме жизни все и мы приближаемся к покоям графа дракулы пока что у нас в этой комнатке или лучше сначала и следом что у нас наверху да красивый интересный лифт так и сохранимся все мы сохранились в следующий раз и следующую серию мы начнем с данного сейва нашли новый меч не буду читать как он называется потому как не выговорю это название на данный момент так что продолжаем идти в ложе графа дракулы так и у нас комнатка здесь есть у нас увеличение жизни наверху пусто увеличение количества сердец и наверху у нас ничего нету ниже у нас также увеличение жизни и увеличение количества сердец. Вот такая маленькая кладовочка плюшек. И мы карточку призраков. Духов завладели. Все. И в этой комнате у нас больше ничего интересного нет. Направо мы пройти не сможем. И замка нас не выпустит. Увы и ах. Так, и откроем этот кусочек карты. Он у нас не хочет открываться. Ладно, я думаю, это не помешает на получение хорошей концовки. Но это я немного уже забежал. Вперед. И со времен Родов Блад данная комната почти ничем не поменялась. Так, и еще у нас одно увеличение количества сердец. Так, и где-то здесь у нас должен быть... Вход в потайную комнату. Вот выключатель. Кстати, в самом начале Симфония of the Night Играя Рихтером, мы тоже могли попасть в эту комнату. Но он не смог подобрать все эти шикарные вещи. Так, и мы платиновую броню получили. И, увы, она хуже той брони, которая у нас сейчас одета. Еда, еда. Пару больше, но ты броня, которая хуже. Ладно. В бой. И нас встречает Рихтер. Так, и основным правилом ведения боя против Бельмонта у нас это использование святой брони, которая как раз уменьшит урон от святых атак. Ну, собственно, как мы можем увидеть, то что Бельмонт наносит нам всего лишь один урон. Ну, давай, посмотрим. А вот он святой дождик. Бельмонт наносит. «Вампиры» наконец-то закончат здесь. Что нужна для шепарда, когда все волки уходят? Моя время на этом мире пришла к концу. Давайте немного посмотрим ролик, и потом я немного расскажу про эту концовку, и, как и нас, приключения ждут впереди. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова «Мankind continues to fight, but it is a desperate fight to stay alive. Я думаю, что он выбрал жизнь войны, потому что это был единственный способ, который он знал. Как тебе, папа, он выбрал path of destruction. До свидания, land of my birth. Никогда снова будут эти глаза глядят на твою красоту. Замок Дракулы Потому как сам Бельмонт, сам Рихтер стал жертвой злых деяний самого Дракула. И, конечно же, мы дойдем до хорошей концовки. Не зря мы перед битвой сохранились. С той точки начнем, потому как есть небольшие хитрости, которые можно было заметить при более лучшем и более внимательном изучении предметов и замка самого Дракула. И хочу сказать, что вот данная точка — это всего лишь половина игры. И впереди нас ждет еще две концовки. Ну а на сегодня закончим это прохождение. И если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока. Продолжение следует. Спасибо вам большое за просмотр. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok